Все, переходим наконец к тегам и поиску. Кажется, что это просто, но это не так. Иначе Obsidian не был бы Obsidian. Но сначала давайте систематизируем информацию с проставлением ссылок. Как-то разрозненно я об этом говорил в разных местах, и надо уже привести все к общему знаменателю. Первый способ поставить ссылку прямо в тексте — это поставить двойную квадратную скобку. Выбрать файл, тут работает автопоиск, и нажать Enter. Получилось вот так. При просмотре вот так. Не очень красиво, но перейти можно. Он просто вставляет название файла. Но если вы хотите какой-то текст сделать якорем, то есть вставить ссылку на фразу из текста, то нужно делать так. Выделили текст и нажали. А вот что нажали, нужно указать в ход кеях. Это добавить внутреннюю ссылку, и по умолчанию сочетание клавиш на это действие не установлено. Так как создавать просто ссылку Ctrl-K, на создать внутреннюю ссылку я установил Ctrl-Alt-K. То есть если вы вставите ссылку на ровном месте, он просто вставит двойные квадратные скобки. А если выделить какую-то часть текста, то он предложит либо создать страницу с таким названием, либо вы можете сделать это якорем ссылки. Но тогда нужно поставить курсор в начало фразы, поставить прямой слэш, пробел, курсор до слэша, пробел. Звучит громоздко, но когда вы проделаете это один раз, поймете, что делается это быстро. И тут автопоиск по существующим страницам. Выбираем и вставляем ссылку. Оформляется вот так. А выглядит вот так. Итак, подытожим. У нас есть ссылки на внешние источники. Ctrl-K. Якорь и сама ссылка. Есть ссылка на внутренний источник. Ctrl-Alt-K у меня. У вас что установите? И есть ссылка, где якорем является фраза текста. Создаете либо новую заметку, либо вставляете ссылку на существующую через прямой слэш. Вот такая получается история. Все страницы, с которых есть ссылки на текущую, отображаются здесь, в панели обратных ссылок. Так, ну и давайте перейдем, наконец, к тегам. А вот так мы оформляем заголовок. А вот так мы оформляем теги. Ну то есть то же самое, но без пробела. И вот так это красиво оранжево выглядит. Следующий тег и срабатывает автозаполнение. Он ищет по базе и ищет стремительно. Теги у нас находятся здесь. В правой панели закладка теги. Закладку нужно включить. Я рассказывал как. Причем тут он пишет не просто, что такие теги есть, а указывает количество страниц, на которых эти теги проставлены. Если удалить тег, то он удалится и из панели. Ну и давайте оформим страницу, как оформил бы ее я, а именно заголовок, потом теги. Это у нас карточки и темы. Вот они появились здесь, и вот так это выглядит во вьювере. Переход по тегу открывает поиск и список всех статей, где проставлен тег. Причем в поиске можно указывать несколько тегов, и он выдаст только статьи, где встречаются все эти теги. Кроме того, тут есть понятие вложенных тегов. Этого я, кстати, вообще, по-моему, нигде не встречал. Ну и вот, например, темы слэш карточки. Это вообще тогда можно удалить, потому что мы имеем один тег темы, и в нем несколько подтегов. Карточки, скринкасты и так далее. Ну или у нас есть тег, например, сотрудники и подтеги. Редакция, бухгалтерия, продажа мероприятий. Ну и все эти теги будут собраны у нас в одну общую папку, даже не знаю, как это назвать, категорию тегов. Ну и потом можно искать как по самому тегу, так и по тегу в конкретной категории. И все они вот тут так же красиво собраны в один большой блок. Более того, здесь, так же как и в заметках, можно создавать теги с нулевым индексом. Префикс два нуля, это значит какой-то важный существенный тег. Вообще, учитывая, что тут нет тонкой раздачи прав, можно установить правило, что внутри организации теги с нулевым индексом расставляет только руководитель. Ну или там руководители отделов. Потому что с тегами тут так же, как и со страницами. Чем их больше, тем лучше. Единственное, тут по умолчанию поставлена сортировка по частоте употребления. Можно поменять на сортировку по алфавиту, если используете нулевые индексы. Ну и поиск. Я говорил поиск тут бомбический, с настройками. Их немного, но есть именно то, что нужно. Так, например, мы ищем только по тегам, а так по содержанию страниц. Ну или точнее по всей базе, включая названия, теги и сами страницы. А так только по названиям файлов. Про поиск нужно делать отдельный урок, но нам пора уже двигаться к концу. Поэтому про поиск лучше почитать где, правильно, в справке. А чтобы найти статью про поиск в справке, нужно воспользоваться чем? Правильно, поиском. Вот он нашел все статьи, где упоминается поиск. А нам нужна единственная статья, которая называется поиск. Файл двоеточие. Есть такая статья. Почитайте, очень сильно вам поможет. Ничего сложного в каком-то смысле классика, встречающаяся в большинстве поисковых систем. Но классику эту знают далеко не все. И возвращаясь к нашей базе, мы можем, например, найти все статьи с тегом фаворит и тегом слэш. Или с тегом темы и... Ага. С тегом темы, в которых есть слово сигнал. Или, например, с тегом темы, в названии которых есть слово сигнал. А, только он не любит тут прописные буквы в условии. А вот. С тегом темы и словом сигнал в названии. Я думаю, люди с пытливым умом уже поняли, какие перспективы в структурировании базы открываются в Obsidian, если грамотно использовать теги и научиться пользоваться поиском. А людям с непытливым умом скажу. Установите Obsidian, проделайте все, что мы уже проделали в предыдущих уроках самостоятельно, и эти перспективы откроются вам. Субтитры создавал DimaTorzok